Теперь о главном политическом событии в Москве. Основной день съезда Единой России, крупнейшей партии в стране. Накануне работали дискуссионные площадки. Теперь дан старт пленарному заседанию, на котором обсуждают подготовку к сентябрьским выборам в Госдуму. Но началось все с выступления премьер-министра, который зачитал приветствие от Владимира Путина. Подробности узнаем нашего корреспондента Дмитрия Кочеткова. Он выходит на прямую связь со студией. Дмитрий, вам слово. Здравствуйте, Валерия. Единороссы готовятся к открытым и конкурентным выборам. Крупнейшая партия страны собирается в мае провести масштабный праймерис или предварительные выборы. В них должны участвовать все кандидаты от Единой России. Победители этих праймерис в сентябре будут бороться за мандаты депутатов Госдумы. Важно, что избираться смогут не только члены партии, но и единомышленники. Кроме того, на сегодняшнем съезде более чем на треть будут обновлены руководящие органы партии. К участникам съезда с приветствием обратился президент. Текст послания Владимира Путина зачитал лидер Единой России Дмитрий Медведев. Единая Россия неизменно проявляет ответственность, работая на консолидацию всех конструктивных сил общества. Ваша политическая поддержка служит надежной опорой в обеспечении национальных интересов России, в решении ключевых задач развития страны. Важно, что партия все больше опирается на гражданское общество, а в ее руководящие органы приходят лидеры общественного мнения, которые доказали состоятельность реальными делами. После этого Медведев выступил с большим докладом. Как заявил премьер, страна в непростом положении. На нас давят со всех сторон. И для Единой России принципиально важно победить на предстоящих парламентских выборах. Медведев призвал открыто и честно объяснять людям самые сложные решения. Убедительно прошу вас, не обещать людям того, что мы не сможем выполнить. Мы ответственная политическая сила. Особенно в условиях жесткого бюджета. Времена высокой нефтяной ренты прошли. Мы все, и, естественно, я как председатель правительства, хорошо знаем возможности нашей текущей бюджетной ситуации. Одновременно хочу обратиться и к избирателям. Уважаемые наши граждане, уважаемые избиратели, не верьте тем, кто будет обещать золотые горы. Будут разговоры и о переделе собственности, как в 2017 году. Мы отлично знаем, чем такие разговоры заканчиваются. Будут и призывы включить печатный станок. Но вряд ли кто-то из оппонентов Единой России признается, сколько в таком случае будет стоить хлеб в магазине. И как быстро могут обесцениться выплаты и пособия. Сбережения и зарплаты. Их все съест инфляция. Что же касается предварительных выборов или праймерис, они пройдут 22 мая на 20 тысячах избирательных участков. Праймерис будут обязательны для кандидатов от Единой России. В интернете в проекте «Кандидат» уже зарегистрировались более 12 тысяч потенциальных кандидатов для участия в праймерис. Здесь дистанционно учат к участию в политических дебатах. Мне кажется, что очень хорошая штука, которая, во-первых, тонус поднимает кандидатам, а во-вторых, мне кажется, больше привлекает внимание избирателей. Ну и отсев предварительный также будет происходить. Мне кажется, это очень правильно, очень нужно. Удивляюсь, почему наша оппозиция этим не пользуется. Для нас важно, чтобы предварительное голосование позволило нам выбрать действительно лучших людей, которые пользуются реальным авторитетом в регионе, пользуются народной поддержкой, за которых проголосуют люди. Потому что в дальнейшем, в ходе избирательной кампании, им предстоит уже конкурировать как минимум с 13 политическими партиями. И это серьезные политические конкуренты. Мы планируем сохранить большинство в будущем созыве Государственной Думы. А для этого качество предварительного отбора очень важно. Сейчас проходит первый этап съезда. Второй пройдет в июне. Единороссы определяют федеральную часть списка кандидатов. Валерия. Дмитрий Кочетков о работе съезда партии «Единая Россия». Сегодня второй и основной день.